Если плановых проверок со стороны государственных контролёров в 2022 году не проводилось вообще, то проверок вне плана с выходом на место в тот период было порядка полутора тысяч. Как отмечают в госжилой инспекции, количество нарушений жилищного законодательства в регионе в последнее время исчисляется тысячами. Главные фигуранты повышенного внимания надзорных органов в большей степени управляющей компанией. Мы жителям разъясняем нормы действующего законодательства. Если имеются факты угрозы жизни и здоровья, то тогда мы организуем контрольно-надзорное мероприятие. Стоит отметить, что с июля прошлого года контрольно-надзорное мероприятие со стороны инспекторов проводится без предварительного согласования с органами прокуратуры. Это значительно развязывает руки проверяющим. По жалобам жителей инспекторы уже на месте оценивают, насколько та или иная коммунальная проблема может угрожать здоровью, а возможно и жизни людей. В тех случаях, когда нет угрозы жизни и здоровья, управляющим организациям мы выдаем рекомендации. При этом управляющая организация привлекается к административной ответственности. В прошлом году жилищными инспекторами на управляющей компании региона было наложено штрафов почти на 13 миллионов рублей. Столько же и годом ранее. Управляющая организация привлекается по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штрафы там составляют от 250 до 300 тысяч. Тематика обращений, по словам начальника службы, из года в год остается неизменной. Больше всего жалоб на дырявые крыши, разрушение фасадов и на беспорядок на чердаках. Около 30% нарушения связаны с качеством предоставления коммунальных услуг. И небольшой процент обращений касаются выбора способа управления многоквартирным домом, проведения капремонта и неразмещения информации в системе ГИС ЖКХ. В этом году государственные жилищные инспекторы планируют сделать акцент на работу по профилактике правонарушений с управленцами жилыми домами. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова